Мастер спорта Покудо Мастер спорта Покудо Мастер спорта Покудо Атака коленом и выхожу сразу же на подхват Выполняя контроль коленом, очень важно обратить внимание на следующие вещи Первое. Мое колено грузит максимально сильно его ребра Я переношу весь тело на это колено Моя рука контролирует локоть и выполняет захват Не давая опустить руку партнеру для того, чтобы выйти из данного элемента Моя сзади стоящая нога, я ее не подставляю никогда к голове партнера Потому что так он может выйти из этого положения Я отставляю ее назад и помогаю своему колену перенести вес тела вперед Сверху атакую двумя-тремя ударами рукой И после этого перехожу в положение малого Обращаю ваше внимание, что для сокращения дистанции мы можем применить один из двух способов Это может быть как толчок сзади стоящей ноги и прыжок к партнеру Так и выполняем этот элемент через подшаг Я в данном случае выполняю через подшаг, потому что тогда связка получается мощнее Мы практически сдавливаем сразу партнера своей многоударной связкой Выполняя через подшаг, я подсаживаюсь на правую сторону, на заднюю стоящую ногу И выполняю мощный толчок вперед Еще разочек Выполняя подшаг, я подсаживаюсь на заднюю стоящую ногу И выполняем мощный толчок вперед, скользя прямо по полу. При нанесении удара в колено я руководствуюсь следующей логикой. Первое. С одной стороны, заканчивая левым боковым ударом, нам крайне удобно подхватить противоположную руку партнера и наносить удар сзади стоящей ноги. Это нам позволит максимально развить силу этого удара и убыстрить связку. Я наношу с дальнего удара колена, после этого я могу ногу отвести либо назад и после этого выходить на бросок. Либо я могу после удара колена поставить ее вперед и с более близкой дистанции вытаскивать партнера на бросок. С другой стороны, имея под контролем правую руку партнера, мне очень удобно сделать разножку и своим левым коленом нанести удар коленом в область печени. Я выполняю разножку, вытягиваю локоть партнера и наношу в область печени удар коленом. После того, как я нанес удар коленом в область печени, мне будет, партнер будет находиться под моим контролем, и мне будет проще выходить на бросок. Ногу я могу отставить назад, это не помешает мне в данном случае никаким образом сделать выход на бросок. Основное внимание при выполнении данного броска я обращаю на плотность захвата. Для того, чтобы бросок получился, мне нужно плотно подбить своего партнера, вытянуть его локоть в противоположный угол, выводя практически на бросок бедром. Но перекрываю своей правой ногой зону, для того, чтобы партнер не обошел меня в данном случае, и не выполнил контратаку. Еще разок. После нанесения удара коленом, я выхожу в плотный контакт с бойцом, вытаскиваю его в противоположный локоть, тащу его по диагонали в противоположный угол, с задней рукой я контролирую его и помогаю совершить этот бросок, а своей правой ногой перекрываю ему зону для обхода. Юрий Губарев, Максим Хромов. Лайкайте наше видео на Blood & Sweat и подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте GM Promotion. Мы сегодня вам покажем и разберем несколько проходов ноги в ММА. Для того, чтобы пройти в переднюю ногу, самый элементарный проход, наношу ему два удара, раз, два, для того, чтобы он поднял ручки, встал на заднюю ногу. Когда он раз... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова